ЕГЭ стартовал. Сегодня в Алтаськом крае свыше двух тысяч школьников писали экзамен по географии, химии и литературе. Особенность этого года – дети. Из-за пандемии в 2020 году, будучи девятиклассниками, ОГЭ они не сдавали. В 10 классе они все равно писали контрольные работы. Ну, наверное, знаете, тем, кто прошел ОГЭ, тем легче на ЕГЭ. Этим посложнее, потому что они впервые проходят. Ну, за исключением, наверное, пробных ЕГЭ, многие впервые проходят и через металлоискатель, то есть сама ситуация немножечко нервозная. Но нервы были напряжены задолго. В топ сложных дисциплин, кроме математики, истории и физики, попадает химия. В прошлом году только трое из Алтайского края написали этот предмет на 100 баллов. Для сравнения, русский язык на максимум сдали 27 школьников. Но точная наука бьет и по кошельку родителей. Нехватка учителей и даже программа министерства вынуждают нанимать репетиторов. У меня были репетиторы по три раза в неделю, ну и педагог тоже в школе готовил. Почему была необходимость в репетиторах? Ну, потому что слишком сложные предметы в школе, по два раза в неделю всего, или три раза в неделю предметы не хватает. Правила ЕГЭ неизменны. Правда, на этот раз классы заполнены и маска не обязательно. Сюда школьники заходят, когда камера уже включена. Чтобы ребятам было комфортно, в 27-й гимназии окна Настеж открывали на всю ночь. Но за 30 минут до экзамена столбик термометра показывал плюс 28 градусов. Это члены ГЭК приходили с токеном. Они приносили ключ для активации работы станции печати. Это не контрольно-измерительные материалы. Контрольно-измерительные материалы сейчас получили организаторы на дисках. Эти кадры можно считать эксклюзивными, потому что сюда журналист должен попасть только получив аккредитацию, сдав на входе телефон, паспорт и любую другую технику. А когда ребята начнут писать экзамен, мы выключаем камеру и покидаем школу. Анастасия Наборчика, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком.